Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Недавно я показывала Вам новинки от Alize, среди которых был вот этот прекрасный моток. Это Alize Puffy Ambre Batik, та пряжа, в которую многие из Вас, и я не исключение, успели влюбиться. Это пряжа с большими готовыми петлями для тех, кто очень хочет вязать, но думает, что не умеет. Эти петельки просто продеваются друг в друга и получается мягкое, пушистое и очень приятное теплое полотно. Много чего вяжут из этой пряжи, но, наверное, самое популярное изделие это детский плед. И как только я взяла в руки этот моток, я поняла, что не могу устоять и мне срочно нужен еще один плед. Поэтому мы с Вами сейчас будем вязать плед из большого мотка Puffy. Посмотрим, как будет смотреться переход цвета Ambre и каких размеров получится плед. Давайте взглянем, что написали нам на этикетке. В этом мотке 600 грамм и 55 метров. По составу это 100% микрополиэстер. Из рекомендаций стирать при температуре 30 градусов, отбеливать нельзя, сушить на горизонтальной поверхности. Можно отжимать в центрифуге, поэтому скажу Вам точно, что без опасений можете стирать свои пледы прямо в стиральной машине, ничего с ними не будет. И знаете, что я подумала, мы не будем изобретать сегодня велосипед и свяжем плед вот с таким узором. Я давно на него смотрю, он мне очень нравится и поэтому не буду тратить время на поиск других узоров. Номер цвета 7420. Все, давайте приступать. Берем конец нити и начинаем продевать петли по очереди одну в другую, то есть вторую через первую, третью через вторую и так далее. В начале нам надо связать первый ряд из косички, чтобы край пледа не был хлипким. Вяжем и отсчитываем 50 или 60 петель, на ваше усмотрение. Либо просто можете ее измерить, косичка должна быть такой длины, какой ширины Вам нужен плед. Итак, я набрала косичку из 50 петель, по ширине у меня должно получиться около метра. Обращаю Ваше внимание, петель должно быть четное количество. Во втором ряду нам нужно через все петли косички продеть новые петельки и оставить их открытыми. Продолжаем так до конца ряда, вытаскиваем все 50 петелек. Смотрите, чтобы косичка по краю у Вас не перекручивалась, иначе получится не очень красиво. Итак, мы дошли до конца ряда, все петли продеты и смотрят вверх. Теперь вязание не переворачиваем, как оно лежит перед Вами, так и вяжите. Просто будем двигаться то вправо, то влево. Первую петлю провязываем лицевой, впрочем, как и все петли в этом узоре, вытаскивая новую петлю снизу вверх. Следующие две петли нам нужно перекрестить. И первой мы провяжем вторую петлю, а затем первую. Таким образом у нас получилось перекрещивание направо. Значит и в остальных случаях будем перекрещивать петли точно так же. Видите, вот так верхние петли должны наклониться в одну сторону. Смотрите внимательно, первую петлю мы сверху кладем и вправо уводим. А вторую петлю провязываем снизу, затем провязываем первую. Обязательно проверяйте себя, чтобы все петли наклонились в одну сторону. Вяжем так до конца ряда. Вначале я говорила, что петель должно быть четное количество. И если Вы набрали все правильно, то последняя петля должна остаться одна, как и в начале ряда мы ее провяжем просто лицевой петлей. Теперь двигаться будем в другую сторону и перекрещивать петли будем, начиная с первой петли. Ее мы уводим наверх и сначала провязываем вторую петлю, затем провязываем верхнюю первую петлю. Здесь Вы можете себя проверить. Чтобы получился рисунок, наклонная петля из предыдущего ряда должна уходить вниз, под новую петлю. Продолжаем так вязать дальше. Перекрещиваем петли, провязываем сначала нижнюю, затем верхнюю петлю. Снова петли перекрестили и провязали. И вот такая плетенка у нас уже начинает появляться. Пока, конечно, плохо видно, но уже очертания проявляются. Смотрите, так как петельки пушистые и их очень много, разобраться в них иногда сложно. Поэтому есть вероятность пропустить петельку и не провязать ее. Видите, вот эта петля во время вязания спряталась, и я ее не заметила, теперь в этом месте лишняя петля с дыркой. Поэтому почаще проверяйте то, что Вы провязали, распускайте и исправляйте ошибку. Дальше Вам нужно эти два ряда с перекрещиваниями, которые я показала, чередовать между собой. И у Вас получится узор плетенка. Продолжайте вязать самостоятельно, встретимся, когда закончится моток. Я покажу, как закрыть петли и сделаем измерение. Вы только посмотрите, какой классный переход цвета получается с этой пряжей. Яркий оттенок постепенно растворяется, переходя в нежный, светлый, почти белый. Моток я провязала весь, остался вот такой маленький хвостик. Самое приятное в этой пряже, это то, что не надо соединять нити, когда заканчиваются мотки. Сейчас мы закроем последний ряд, так как петли у нас все еще открыты. Нить у нас осталась вот с этой стороны, а закрывать петли мы будем с противоположного края. Берем вторую петлю и продеваем ее в первую, затем третью во вторую и так далее. Таким образом у нас с вами получится точно такая же косичка, как и та, которую мы связали в начале работы. Закрываем так все петли до конца ряда. Вот у нас остались последние петельки и это крайняя петля. Работа почти закончена, но пока я освобождаю крайнюю петлю и распускаю пару петель, чтобы хвостик нити был без петелек. Теперь нить продеваем через те петли, которые собирала последняя петля. И теперь заправим эту нить так, чтобы она у нас красиво легла и не испортила внешний вид. Где-то внутри петель делаем узелок и здесь же можно сделать еще один узел для надежности. Затягиваем потуже и обрезаем нить под корень, чтобы нигде потом хвостики не вылезли. И точно так же поступаем с начальным хвостиком нити. Я его уже спрятала, осталось мне его обрезать. Все, плед готов. Вот такой получился переход цвета от темного к светлому. Очень красиво лежат здесь петельки. Дырочки конечно есть, но он сам по себе толстенький, плотненький, очень приятный на ощупь, мягкий, нежный и пушистый. А теперь пойдемте найдем удобное место, чтобы измерить наш плед. И посмотрите, как выглядит плед на моей кровати. Вы сами видите, что он получился не маленький. Я думаю, для малыша самый удобный размер. Кроватку или коляску прекрасно подойдет. Сейчас я его измерю. Мой плед получился 84 см по ширине и 110 см в длину. Пряжа превосходная, так что долго не думайте, переходите по ссылке под видео в магазин пряжа Настенька и вяжите такие же прекрасные пледы. Мне очень понравилось работать с этой пряжей и особенно приятно то, что не надо отвлекаться на связывание клубков между собой. И по сути пришлось заправить только два хвостика в начале и конце. На протяжении всей длины нить была идеальна. Мне не попалось ни узлов, ни распущенных петель. Исходя из размеров, которые я Вам назвала, можно просчитать, сколько нужно пряжи на большой плед и, купив несколько мотков, скомбинировать их в интересные большие изделия с красивыми переходами оттенков. Плед получился очень теплым. Я пока его вязала, почувствовала, как он может согревать. А это самый главный ценитель пряжи Пуфи. Как только в доме появляются новые плюшевые вещи, они становятся объектом его обожания. Уверена, и Вам понравится вязать из пряжи Ализе Пуфи Омбре Ботик. А у меня на сегодня все. Приятного Вам рукоделия и послушных петель. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С Вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока.